Для того, чтобы прокатиться на таком трамвае, обязательно нужно влюбиться. Например, как Ильяс и Лариса. Свой первый совместный праздник они решили отметить оригинальным. Я считаю, что нужно отмечать все праздники. Они есть праздники, и тем более для влюбленных это единственный праздник, который вообще существует. В трамвае влюбленных катались только по предварительной записи. Он курсировал от железнодорожного вокзала и до речного порта. Вот мы с вами подошли к победителям нашего голосования. Не менее оригинально отметили День всех влюбленных и в Казанском зоопарке. Накануне в соцсетях прошло голосование за самую влюбленную пару. Победу одержала знаменитая пара символов нашей республики – снежные барсы, Тимирлан и Теофания. У меня специально бардон, что мне это очень нравится. И в награду за победу в конкурсе маленькие гости Казанского зоопарка вместе со своими родителями построили и раскрасили дом для самой лучшей пары. Да любой праздник нужно отличать. Мне тоже кажется, он добрый праздник. Ладно, боюсь его какой-нибудь. А так он добрый, потому что люди показывают в этот день свою любовь. Однако не все казанцы считают этот день действительно праздничным и не испытывают по поводу этого праздника особого восторга. День Святого Валентина, что ли? Ну, да. Мы считаем, что это не наш праздник, а есть день семьи, любви и верности. Это наш праздник. Удивили сегодня и в католической церкви. Святой Валентин там действительно есть, как и в православии. Вот только такого праздника, как День всех влюбленных, у католиков нет. Сегодня в католической церкви отмечается День совсем других святых. В католической церкви не принято считать День Святого Валентина как День влюбленных на уровне литургии. А потом в светском обществе мы это не отвергаем, но это не вышло из католической церкви.